Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы все изучаем недельную главу Байт-Ханан, где в самом начале написано, что Мойшер Абейну молится сотни раз и умоляет Всевышнего, пожалуйста, дай мне зайти в землю Израиля с остальным народом. Всевышний ему говорит, прекрати молитву, ты в Израиль не заходишь. И здесь нам мудрецы рассказывают, что был просто потрясающий диалог между Моше и Всевышним. Моше хотел в землю Израиля, и Всевышний ему говорит, что ты хочешь так в эту страну? Зачем тебе в эту землю? Мойшер Абейну отвечает, как? В этой земле можно сделать определенные заповеди, которые нигде нельзя сделать в другом месте, кроме как в земле Израиля. И я хочу их выполнить, эти заповеди, и получить за них награду. Говорит ему, Всевышний, ты так хочешь награду, ты так стремишься получить награду, я тебе засчитываю вот твое бесконечное желание и стремление, как будто бы ты эти заповеди выполнил, будь спокоен, ты эту награду получаешь, как будто бы ты исполнил те заповеди, которые можно сделать только в Израиле. Вот такой вот диалог между Всевышним и Мошер Абейном. Здесь задается вопрос. Мы знаем, извергая вот, что нужно служить Богу не ради награды. Написано, служите Богу как рабы, которые не хотят награды, а как рабы, которые просто служат, потому что Бог – это наш кислород. Мы не должны стремиться получить награду в будущем мире. Так как же так? Наш великий учитель Мошер Абейну написано черным по белу, что он стремился получить награду. Он так стремился, что Бог ему засчитал, как будто бы он совершил действие. И да, получи свою награду. Мы же знаем, что не нужно стремиться получить награду. Как такое понимать? Как можно понимать вот это вот поведение Мошер Абейну? Отвечает Дребхайм Воложенов. Очень интересный и очень важный урок. Что понятно, что все люди должны стремиться служить Богу и не стремиться к награде. Мы должны стремиться к Богу, но не к награде. Бог – это кислород. Бог – это наша жизнь. Старайтесь служить Богу не ради награды. Почему же Мошер хотел награду? Отвечает Дребхайм Воложенов так. Что Всевышний создал всех людей, чтобы дать им награду в будущем мире. Чтобы мы могли здесь, в этом тренажерном зале, работать, служить Всевышнему, преодолевать все неприятности. И получить все трудности, вернее. И получить награду в будущем мире – это желание Творца. Дать людям своим творениям, дать им награду. Поэтому Мошер Абейну, он хотел награду не ради себя. Он достиг такого высочайшего уровня, что он хочет получить награду себе, потому что Бог хочет дать мне награду. Не потому что я хочу получить вот это вот колоссальное удовольствие бесконечное, которое мы называем Рань. И я хочу это для себя, потому что я хочу, чтобы мне было хорошо. А я хочу получить награду, потому что ты, Бог, хочешь дать мне награду. Я хочу, чтобы тебе было приятно, чтобы ты дал мне награду, и твоё желание исполнилось. Обычные люди, нам это даже и не снилось, такой вот уровень, что я хочу получить награду бесконечное удовольствие. Рай, потому что Бог хочет мне его дать. Я его хочу получить, потому что я хочу для себя хорошо. Поэтому, говорит нам Мишна в Перкаевод, старайся не служить Богу со стремлением, вот я Бог, я с тобой, ради награды. Старайся служить Богу ради самого служения Богу, потому что Он твой кислород. Старайся вот к этому стремиться. Но Мошера Бейну хотел и имел право хотеть вот желать вот этот рай, награду, потому что он хотел награду ради того, чтобы исполнилось желание Всевышнего давать награду. Вот такой вот высокий уровень у нашего великого Мошера Бейну, у нашего учителя, хотеть получить награду для себя не потому, что я хочу получить удовольствие, а потому что я хочу, чтобы исполнилось желание Всевышнего. Спасибо большое за внимание. Будем стараться вместе изучать дальше недельные главы. Шаббат шалом!